В прошлый раз мы остановились на уравнениях Бламбергена, которые были записаны в следующем видео. А1 с точкой равняется В, А2, А3, А2 с точкой равняется минус В со звездой, А1, А3 со звездой, А3 с точкой равняется минус В со звездой, А1, А2 со звездой. Со звездой значит комплексное сопряжение. При этом А1, А2, А3 это были амплитуды, комплексные амплитуды волновых пакетов в каком-то резонаторе. Причем эти волновые пакеты являлись в той среде, в которой заполнен резонатор, свободно распространяющимися волнами. Причем частоты и волновые вектора этих волн находились в соотношении, которое позволяло этим волнам взаимодействовать по трехволновому механизму. То есть это был случай резонансного трехволнового взаимодействия и спектр, который состоит из этих трех волн, он был распадный. Дальше. Вот такое соотношение между матричными элементами В в этих трех уравнениях возникло вследствие того, что мы сказали, что мы хотим, чтобы выполнялись закон сохранения энергии, и соотношение Менли-Роу, которое аналогично, значит, закону сохранения числа квантов. Причем, значит, сказали, что определенная нормировка этих величин А. Значит, детали этих манипуляций и как связаны интегралы сохранения с этой системой рассматривались на семинаре, поэтому я сейчас просто напишу эти законы сохранения. Итак, закон сохранения энергии выглядел таким образом. Омега-1 на А1 по модулю в квадрате плюс омега-2 на А2 по модулю в квадрате плюс омега-3 на А3 по модулю в квадрате. А1, W, это полная энергия или плотность энергии в этой системе. Это закон сохранения энергии. И законы сохранения Менли-Роу выглядели таким образом, как А1 в квадрате плюс А2 по модулю в квадрате было С1, А1 плюс А3 С2, и А2 по модулю в квадрате минус А3 по модулю в квадрате. Ну и эта разница получается, если я вычту из первого второе, то есть получится это С1 минус С2, тоже константа. И то, что было сказано на прошлой лекции, что из этих трех законов сохранения или первых интегралов вот этой системы независимыми являются только два. Но, значит, для анализа хорошо их выписать все три, все четыре, прошу прощения. Еще одну вещь, на которой я не акцентировал ваше внимание на прошлой лекции, это следующее, что в этой нормировке и в этой системе участвуют омега-1, омега-2 и омега-3, и все они предполагаются неотрицательными. Потому что в противном случае непонятно так, ну, закон сохранения энергии будет записываться по-другому, да? Ну и кроме того, они находились в соотношении омега-1 равняется омега-2 плюс омега-3, из которых следовало, что омега-1 больше, чем омега-2. Больше либо равно, да? Вот. И давайте упорядочим эти омега-2 и омега-3 таким образом, чтобы еще было вот это тоже выполнено. Ну, это без ограничения общности, как говорится. Так, а теперь о том, что я собираюсь сделать сейчас. Да, это вот напомнил о том, что было. А теперь я хочу попробовать проанализировать решение этой системы на основе этих законов сохранения или первых интегралов, не решая, собственно, систему. Значит, почему это возможно и в какой степени это возможно? Значит, вот имеются, по крайней мере, два алгебраических уравнения независимых, которые связывают амплитуды этих волновых пакетов, модули амплитуды, да? Не комплексные амплитуды, а, собственно, модули амплитуды, да? То есть вот в этой системе А комплексная. То есть его можно написать как модуль А на Е в степени и φ. Вот это вот φ описывает сдвиг фазы волнового пакета относительно невозмущенной свободно распространяющейся волны. Значит, если φ от t, то это означает, что это сдвиг частоты там какой-то появится. А вот модуль А – это, собственно, амплитуда поля, да? Ну, физически измеримая величина, которая не требует даже углубляться в детали, как там фаза эта меняется, этого поля. Ну, а, собственно, вот эти уравнения, они довольно простые. Алгебраические, как я уже сказал, и можно нарисовать, значит, вот фазовое пространство. Не совсем фазовое пространство этой системы, но, по крайней мере, значит, откладывать. Пусть по этой оси у нас будет модуль А2, по этой модуль А3, а по этой модуль А1. Значит, поскольку модули положительные, то все движение будет происходить вот в этой вот квадранте таком, да, который вот с этой стороны, от осей. Это с одной стороны. С другой стороны, если я вспомню, значит, геометрию, которую вы проходили на первом или втором курсе, то, соответственно, можно вспомнить, что вот очень похожее уравнение задает эллипсоид, то есть, значит, в трехмерном пространстве, x, y, z. То есть, если я напишу, вот, x в квадрате поделить на А в квадрате, плюс y в квадрате поделить на B в квадрате, плюс z в квадрате поделить на c в квадрате и равняется единице, то это будет уравнение эллипсоида с полуосями А, B и C. Значит, если я посмотрю сюда, вспомню, что все три частоты неотрицательные, то я могу написать, что А равняется единице на корень из омега-1, B единица на корень из омега-2, и C на омега-3. И, значит, чем еще отличие здесь будет? В том, что здесь стоят модули, а здесь стоят, значит, просто действительные величины. которые могут иметь знак. И, соответственно, если я хочу нарисовать этот эллипсоид, то я должен буду продлить свои оси в этом пространстве в ту зону, где, казалось бы, ничего нет. Но я к этому могу относиться следующим образом, что я просто отражаю свою фигуру, которая находится вот в этом переднем квадранте, на те остальные, как бы обобщаю эти оси. То есть вот сюда я откладываю минус модуля 3, ничему не противоречит. Ну и так далее. То есть поскольку все получится в результате симметрично, то никаких противоречий не возникнет. Итак, я хочу нарисовать эллипсоид, который соответствует вот этой... Да, вот здесь я прошу прощения, я, конечно, сделал ошибку. Вот сюда я должен написать W, да? Всюду вместо единицы. Потому что, да, потому что если, чтобы здесь была единица, то должен быть, надо поделить на W. Вот, теперь это эллипсоид трехосный, да? Все три оси этого эллипсоида разные. Посмотрим на это соотношение, вот на это, и увидим, что А самая маленькая, В побольше, АС самая большая. Значит, давайте отложим эти оси, чтобы нарисовать свой эллипсоид. Вот это будет самая маленькая ось. По А3 должна быть самая большая, а по А2 промежуточная. Вот, значит, в плоскости А3, А1, я должен нарисовать эллипс, вот такой. Поскольку он у меня под проекцией, то он немножко несимметричный будет выглядеть. Вот, и в плоскости А2, А3 тоже эллипс, и он должен быть симметричным, потому что это плоскость доски. Вот какое-то такое яйцо, да? Ну и тут тоже я могу нарисовать этот эллипсоид. Значит, наш закон сохранения энергии привел к следующему выводу, что амплитуда поля лежит на поверхности эллипсоида в каждый момент времени. Поскольку это первый интеграл движения и закон сохранения, это означает, что вот это W определяется начальными условиями, омега-1, омега-2, омега-3 заданы. Значит, что где была точка, если точка в начальный момент попала на этот эллипсоид, то она и дальше на нем останется. Если она вначале попала на другой, куда-то вне этого эллипсоида, то значит, что я неправильно взял W, и мне надо эллипсоид взять побольше. Так, значит, с этим разобрались. Теперь каждый из этих трех соотношений Мэнли-Роу тоже задает поверхность в этом трехмерном пространстве. Что это за поверхности? Значит, вот эти две поверхности это уравнение цилиндров. И третье на самом деле тоже уравнение цилиндров. Как это можно увидеть? Значит, каждое из этих соотношений содержит только две переменные. В данном случае это x и y, здесь x и z, здесь y и z. Если у нас поверхность в трехмерном пространстве не зависит от какой-то координаты, это означает, что ее сечение при любом значении этой координаты одно и то же. Значит, это цилиндр. То есть цилиндр как делается? Вот он берется какая-то кривая и параллельным переносом движется. Значит, образующая, получается, цилиндр. Только вот эти два цилиндра круговые, цилиндры с радиусом корень из c1 и корень из c2. А вот это гиперболический цилиндр, потому что вот это уравнение будет гипербола. То есть если я возьму yz поверхность, вот это уравнение будет такое, y квадрат минус z квадрат равняется c3. Причем это c3 может быть произвольного знака. Вот. Значит, уравнения, соответствующие кривые, выглядят таким образом. Значит, при одном знаке это вот такие две гиперболы, при другом знаке c3. Это вот такие две гиперболы. Значит, а насколько они близко сюда подходят, зависит от модуля c3. Понятно, да? А значит, этот цилиндр гиперболический, это я взял и вот такую вот вытянул вдоль оси x, ось провел и получил вот такую вот поверхность. Вот это сечение этой поверхности при x равном нулю. А значит, при x равном единице будет точно такое же, только сдвинутым. Ну вот. Теперь. Значит, траектория системы одновременно лежит вот на этом эллипсоиде и на вот этом гиперболическом цилиндре. Что это означает? Это означает, что эта траектория является пересечением вот этой поверхности эллипсоида и вот этого цилиндра. Причем ось цилиндра направлена вдоль А1. Вот так. Я должен взять нож для нарезки печенья вот такой формы и, значит, проткнуть вот этот вот, значит, свой колобок таким ножом. Вот эта вот точка, это поверхность, к которой я этот нож прикладываю, да. То есть вот в малом, вот вблизи вот этого места я должен нарисовать вот такой вот разрез. Разрез получится именно вот таким. То есть здесь я должен взять диагонали и нарисовать эти вот кривульки. давайте я вот эту вот образующую сотру. Вот такие вот, скажем, кривые. Значит, при других значениях С у меня получится вот здесь разрез при другом знаке С. это означает, что если я беру начальную точку вот для решения этой системы где-то вот здесь, то дальше она у меня пойдет сюда, так скажем, да. Ну, с такими фазовыми картинками вы встречались только на плоскости. А в данном случае эта фазовая картинка, изображающая движение точки с координатами 1, 2, 3 с течением времени, она на поверхности вот этого эллипсоида. Значит, естественно, поскольку нож цилиндрический, то на выходе будет то же самое. да, вот около той точки, которая там сзади. Значит, я ее не буду рисовать, иначе у меня там все наложится. Там будет такой же разрез, такой же формы. Теперь довольно трудно себе представить, вот что будет, если я буду увеличивать этот С3 по модулю. Ну, то есть, понятно, что вот если С3 совсем маленькая, то она вот сюда прижимается. А если С3 увеличивается, то оно постепенно, так сказать, вот эта кривая разреза идет вверх. Вот. Но трудно себе представить, как вот этот эллипсоид пересекается вот с такой гиперболой, по какой кривой. Поэтому давайте воспользуемся вот этими круглыми цилиндрами. Как я говорил, из них можно брать любую одну, и будет правильно, потому что они все на самом деле зависимы. Давайте посмотрим, как разрез выглядит, если мы используем нож, который движется вдоль А3. Вдоль А3 это значит вот это. Значит, этот цилиндр является круговым. Чисто круговым, потому что коэффициент 1, здесь и здесь не эллиптический никакой, точно круговой, с радиусом каким-то. Это означает, что если я хочу этот разрез нарисовать вблизи вот этой точки, возьму радиус маленький, и окажется, что он чисто круглый. Здесь вот такие вот разрезы. Ну и здесь тоже. очень похоже, если я возьму нож с разрезом вдоль А2. Это значит вот этот, тут тоже будут круглые. ну а теперь, значит, не представляет большого труда заполнить линиями те места, где мы еще ничего не нарисовали, так, чтобы не возникало никаких противоречий. Да? вот таким образом мы нарисовали возможные траектории системы. Значит, какие вот они значит, вам на дифференциальных уравнениях обычно рисовали фазовую поверхность на плоскости. И там были всякие особые точки эллиптические, гиперболические и так далее. А мы нарисовали похожую вещь, но только на вот этой вот эллипсоиде. Здесь тоже имеются особые точки. Вот очевидным образом вот эти особые точки на полюсах на полюсах А2, А2 и А3 являются эллиптическими особыми точками. Причем система вблизи этих особых точек устойчива. Значит, особые точки значит стационарные. Если мы сюда посадим начальное состояние системы точно в полюс, то он там и останется. Устойчивые это означает, что если я немножко отклоню на эпсилон от этой точки равновесия, то у меня значит, траектория будет описывать окружность вокруг точки равновесия, но далеко не уйдет. Вот было отклонение на эпсилон, но оно так и останется примерно. Понятно, да? То есть вот эти вот особые точки точки равновесия, они являются устойчивыми. Значит, по физике делает, что означает? Что если я взял очень много волны с частотой омега-3, которая самая маленькая, то количество таких волн останется примерно постоянным. количество волн с частотами омега-1 и омега-2 будет колебаться вблизи нуля. Если я взял в качестве начального состояния много волн омега-2, мало, вот этого будет то же самое. Опять же, сохранится такое же соотношение, как в начале. А вот если я взял много волн типа омега-1, а вот этих мало в начале, то я попал вот в эту переднюю точку, вблизи которой, которая является гиперболической. И эта точка, хотя она является равновесной, если мы точно взяли все волны омега-1 и никаких волн типа 2 и 3 вообще нет, тогда мы тут и останемся. Однако, если имеется хотя бы маленькое затравочное количество каких-то из этих волн, либо омега-2, либо омега-3, либо тех и других, то дальше движение системы происходит по гиперболической траектории. То есть, мы отсюда стартуем, скажем, и уйдем вот туда, очень далеко от этого начального состояния, и через какое-то время волн типа омега-1 не будет вообще. То есть, эта точка является неустойчивой. И неустойчивость называется распадной. Понятно, почему. Потому что все волны омега-1, а это волны, обладающие наибольшей энергией, да, по вот этому нашему кванты, волна, кванты которой обладают наибольшей энергией, наибольшей частотой, распадутся на волны типа омега-2 и омега-3. То есть, энергия из этих волн перекачается в другие. Это устойчивость распадная. Вот. Ну а в остальном, если мы берем в произвольном каком-то состоянии, то движение происходит по замкнутой траектории, то есть, оно является периодическим. Вот это вот перекачивание волн из одного типа в другой происходит периодически, потому что все траектории остальные замкнуты. Ну и даже вот эти тоже являются замкнуты. на самом деле, если подождать достаточно долго, то распадная неустойчивость приведет к тому, что все кванты опять соберутся в то же самое состояние. Так. Ну ладно. Следующая модификация, которую стоит рассмотреть, это модификация, которая отсутствует в квантовой механике, но зато есть в физике сплошных сред. Заключается она в следующем. А что, если одна из этих трех волн является волной с отрицательной энергией? Тогда при той записи закона сохранения энергии, при той нормировке числа квантов, которые мы использовали, неявно предполагалось, что все три волны это волны с положительной энергией. Потому что видите, все три частоты положительные, тут квадраты амплитуд тоже положительные. Закон сохранения именно так выглядит, только для волн с положительной энергией. Напомню, что такое волна с отрицательной энергией. Как это может быть? Если определить энергию волны таким образом, как энергию волны в среде минус энергию среды без волны. если энергия среды без волны положительная, то среда является возбужденной, то тогда наличие волны, если эта волна понижает энергию, приведет к тому, что мы можем говорить, что мы имеем дело с волной с отрицательной энергией. Ну вот, и как же тогда нам написать нашу систему уравнений, как все это будет выглядеть, если у нас волна с отрицательной энергией. Давайте проведем здесь черту, отделим одно от другого. Ну, сперва начнем с закон сохранения энергии. Давайте все-таки будем считать, что все три частоты положительные и находятся в том же соотношении, как там. Частоты положительные. Но теперь закон сохранения энергии должен будет выглядеть так. Омега 2 на 2 по модулю в квадрате минус плюс омега 3 на А3 по модулю в квадрате минус омега 1 на А1 по модулю в квадрате. Это для случаев, когда вот эта волна первая является волной с отрицательной энергией. Равняется W. В. Вот это волна с отрицательной энергией. Закон сохранения энергии, форма этого закона поменялась. Соотношения Менли-Роу тоже должны поменяться. Почему? Потому что когда я рисовал картинку, из которой наглядно получались эти, то выглядела она так, что волна типа А1 распадается на кванты типа 2 и 3. А теперь у нас вот эта картинка будет противоречить закону сохранения энергии. Потому что так она соответствовала. Вот этот квант прилетел, отдал свою энергию, в эти два других кванта. А сейчас у нас так не получится, потому что этот квант прилетел, а у него отрицательная энергия, а у этих положительная. Значит, закон сохранения энергии выполняться не будет. Поэтому мы обязаны эту картинку перерисовать. Как? А вот так, в одновременное рождение всех трех квантов. тогда закон сохранения энергии будет выполняться. Вот этот квант отрицательную энергию уносит, а эти два положительную. Значит, в сумме энергия, которая уносится из этой точки, равна нулю. Получается правильно, да? соответственно и закон сохранения числа квантов получится таким, что все три волны должны рождаться одновременно. Это значит соотношение Менли-Роу будет выглядеть так. А1 в квадрате минус прошу прощения, значит, да, минус А2 в квадрате равняется С1. Почему? Потому что если родился квант типа 1, то должен обязательно родиться квант типа 2. Иначе закон сохранения энергии не выполнится. Ну, и то же самое для 3. То есть все три соотношения Менли-Роу в результате будут с отрицательными знаками. Соответственно, соотношения между коэффициентами в уравнениях Бламбергена тоже будут поменяются. Здесь будет первая такая же, вторая будет просто В со звездой, А1, А3 со звездой без минуса, и А3 тоже так же. Это, значит, уравнение для случая, когда волна с наибольшей частотой также обладает отрицательной энергией. Спрашивается, а можно ли сделать отрицательную энергию у одной из вот этих двух, а у этой сделать положительную? Ну ладно, этот вопрос ставим на семинар. Значит, вот этот, рассмотрим вот этот случай. И попробуем проделать ту же самую программу, которую мы делали здесь. Как будут выглядеть фазовые траектории? Ну первое, что можно заметить, это то, что вот это вот уравнение перестало быть уравнением эллипсоида. Вместо этого она стала уравнением гиперболоида одной или двухполосного. Ну потому, что если я вот это закрою, то вот это будет уравнением гиперболы. То есть какие-то сечения будут гиперболическими. Одно или двухполосный зависит от знака W. То есть вот эту же самую картинку я рисую пространство. Значит, выделенная ось является осью вот этой, осью А1. это как раз ось этого самого гиперболоида. Но в случае, если это двухполосный гиперболоид, то выглядит все будет вот так. То есть вот здесь такая расширяющаяся поверхность и вот здесь. понятно, да? А между ними вообще ничего нет. Такой зазор. Значит, если я изменю знак W, ну и буду менять, при нуле эти две поверхности начнут сблизиться и коснуться друг друга, а если W станет значит так, вот наоборот станет положительным, вот это вот для отрицательного W, да? Меньше нуля. Вот. А если W больше нуля, то получится однополосный, они сольются и вот такая будет поверхность. Давайте я здесь нарисую. вот такая расширяющаяся в оба конца с осью вдоль оси А1 тоже. Значит, что характерно, то, что вот здесь все траектории, которые являлись сечениями, значит, гиперэллипсоида цилиндрами, все эти траектории были ограниченными. Никаким образом нельзя было сделать так, чтобы какая-то из амплитуд этих полей ушло вдруг в бесконечность. Но это бы просто противоречило закону сохранения энергии. А вот здесь именно так и получится, потому что мы должны по-прежнему действовать таким же способом, а каждое из соотношений Мэнли-Ру это гиперболический цилиндр. В частности, мы можем выбрать цилиндр с осью вдоль А1. Это вот этот гиперболический цилиндр. То есть, я должен взять и проткнуть вот эту свою фигуру с помощью гиперболы. Ну и понятно, что получится. Получатся вот такие вот разрезы, уходящие на бесконечность. Сюда, прошу прощения. Анализ. А в чем причина, почему они уходят на бесконечность? Потому что у нас может быть бесконечно много вот таких рождений, они ничем не ограничены. Вот когда все три волны рождаются одновременно, значит, совершенно, так сказать, не зависит от того, есть там какие-то волны, нет волн в этой системе изначально, и сколько их. То есть, вот таких рождений может быть сколько угодно. Ну и поэтому, естественно, число квантов может стремиться к бесконечности любого сорта. И, собственно, вот на этих траекториях так и происходит. Если мы стартуем с какого-то конечного состояния, почти состоящего только из квантов типа омега-1, вот, то через некоторое время, двигаясь вдоль траектории, мы уходим на бесконечность, то есть получается неустойчивость, причем, при которой количество квантов растет неограниченно. Оказывается, что происходит этот процесс за конечное время, поэтому такая неустойчивость называется взрывной. То есть, когда число квантов стремится к бесконечности за конечное время, то это означает, что вблизи какого-то момента времени скорость появления новых квантов стремится тоже к бесконечности. Вот это вот есть тот самый взрыв. Причем необязательно, чтобы вначале все было сосредоточено в виде квантов омега-1. Вполне может быть такое начальное состояние, когда квантов типа омега-1 нет вообще. То есть, какая-то такая точка, которая вблизи поверхности А1 равная 0. Если вначале таких квантов нет, то тогда А1 по модулю в квадрате равен 0, и вот это W автоматически положительное, тогда мы должны рисовать вот эту картинку, ну и там точно такие же эти будут уходящие на бесконечность траектории. То есть, взрывная неустойчивость не зависит от того, какое начальное состояние, оно все равно наступает. Просто из топологии вот этих траекторий на поверхности на этом мы закончим тему про уравнение Бламбергена и перейдем к следующей теме, которая называется четырехволновое взаимодействие. так, давайте уберем. значит, существует довольно много сред и ситуаций, в которых трехволнового взаимодействия просто нет вообще. То есть, и почему это важно? Вот, как я говорил в начале второй лекции, на первой лекции вам говорили, вот эта вся теория, которой мы сейчас занимаемся, это теория слабой нелинейности. То есть, мы нелинейность раскладываем по степеням Е. И, естественно, самый большой вклад получается у меньшей степени Е. А самая маленькая степень Е, которая все-таки нелинейна, это трехволновое взаимодействие. Поэтому, если есть трехволновое взаимодействие, то четырехволновым можно не интересоваться. Оно, так сказать, малая поправка. Однако, есть случаи, и довольно много, когда трехволнового взаимодействия нет по той или иной причине. Ну, матричные элементы так устроены, или же резонансные условия не выполнены. А вот четырехволновое взаимодействие есть, причем оно обычно бывает практически во всех средах, потому что на этот случай имеются очень простые физические механизмы, почему оно имеется. Вот сейчас мы об этом и поговорим. Для того, чтобы у нас выполнялось условие трехволнового взаимодействия, должно быть Капа-1 равняется Капа-2 плюс Капа-3, то есть Омега-1 равняется Омега-2 плюс Омега-3 и К-1 равняется Ка-2 плюс Ка-3. Это для трехволнового взаимодействия. И вот причина, почему это взаимодействие не всегда имеется, как раз потому, резонансное, как раз потому, что надо одновременно много уравнений удовлетворить. И не всегда это получается. То есть тут еще должно быть Омега равняется Омега-2 к этому добавить, чтобы был резонанс. А вот что касается четырехволнового, то там должно быть так. Омега-1 равняется Омега-2 плюс Омега-3 плюс Омега-4 Ка-1 Ка-2 плюс Ка-3 плюс Ка-4. Это просто простое обобщение того же самого. Такие уже преобразования Фурье, как мы делали для трехволнового взаимодействия, приводят к такому случаю, к таким условиям четырехволнового взаимодействия. Вот. Значит, причем вот здесь мы не требуем, чтобы они все четыре были положительные, эти частоты. Поэтому удовлетворить вот эту равенство можно даже в том случае, если по модулю все эти четыре частоты одинаковые. То есть вот простейший случай, который реализуется практически в любой, может реализоваться практически в любой среде, он выглядит так. Омега равняется Омега- минус Омега- плюс Омега. Ну и соответственно вот это точно так же может выглядеть. К равняется К- минус К- плюс К. Вот. И тогда получается, собственно, что это один и тот же волновый пакет по сути своей. То есть вот это волновый пакет, а это комплексно сопряженный волновый пакет. Вот. Может взаимодействовать сам с собой по этому механизму. И поскольку тут Омега и К одинаковые, то вот это условие, оно становится вообще тривиальным, да? Не требуется, чтобы они выполнялись там для каждого и так далее. То есть когда мы решали вот эти, вот эту систему, то специально на семинарах рассматривали графический метод исследования, распадный спектр или нераспадный. Ну, а в четырехволновом он распадный всегда, потому что вот этот случай, он есть всегда. И ну вот это, собственно, и есть причина, почему это четырехволновое взаимодействие есть в тех случаях, когда нет трехволнового. И кроме того, он с практической точки зрения тоже очень важен, потому что значит, вы все знаете, что очень модно генерировать мощные лазерные лучи, да, а мощный лазерный луч это как раз и создает волновый пакет очень большой амплитуды. Причем произвольно большой, там вплоть до пробоя в воздухе, это означает, что уж точно нелинейный, да, в любой среде может он стать. И в том числе и, так сказать, до четырехволнового взаимодействия мы можем дойти, да, так что оно станет существенным фактором распространения этого лазерного луча в среде. Ну, то есть, вот три факта, да, первое, не во всех средах имеется трехволновое взаимодействие, четырехволновое взаимодействие есть во всех, хотя оно, в принципе, слабее, чем трехволновое, да, и третий факт, что существуют генераторы электромагнитных полей, значит, электромагнитных волн настолько интенсивных, что до вот этого четырехволнового взаимодействия мы все равно доходим, да, теперь о некоторых физических механизмах четырехволнового взаимодействия, да, вот, вот что вот это такое, вот, вот это так просто выглядит, что, наверное, и физически тоже что-то очень простое, ну, действительно, вот посмотрим, рассмотрим такую среду, у которой диэлектрическая проницаемость зависит не только от омега и к, но еще и от модуля е в квадрате, значит, что это может быть за среда? Ну, это может быть тот же самый воздух, значит, если я по нему распространяюсь лазерный луч, значит, в том месте, где этот луч идет, воздух нагревается, да, причем мощность, так сказать, величина нагрева будет пропорционально вот этой вот е квадрат, усредненной по времени, если воздух нагрелся, его плотность упала, показатель преломления изменился, вот привет, значит, вот это значит, эпсилон станет зависеть от е квадрата, значит, это вот один из механизмов, который приводит к четырехволновому взаимодействию, который, значит, мы сейчас будем, и он в точности соответствует вот этому, потому что ничего кроме этого волнового пакета, который греет воздух, нам не надо, нам не надо два лазера с разными частотами, там, достаточно одного, и он уже этот воздух нагреет, и все, значит, второй механизм, это пандермоторные силы, то есть давление электромагнитного излучения в некоторых средах, которые являются проводящими, может изменить плотность носителей заряда, вот в частности в плазме такая пандермоторная сила, то есть силы давления электромагнитного поля, значит, называется она силой Миллера, значит, понижает концентрацию электронов локально, выталкивает плазму из того места, где распространяется интенсивное электромагнитное поле имеется, как только плотность плазмы там падает, как вы помните, диэлектрическая проницаемость плотной плазмы зависит от плотности, диэлектрическая проницаемость холодной плазмы зависит от плотности, это единица минус омега п квадрат поделить на омега квадрат, а омега п квадрат пропорционально плотности, если я плотность понижу, то сразу у меня диэлектрическая проницаемость изменится, ну и тоже будет какая-то зависимость от Е квадрата. Итак, рассматриваем частный случай, вот этот простейший частный случай четырехволнового взаимодействия. Сказали о том, в каких физических ситуациях такое взаимодействие возможно. Тип этого взаимодействия. Так вот, сводится это все к зависимости диэлектрической проницаемости среды от амплитуды волнового пакета, который по этой среде распространяется. Это, вот еще раз подчеркиваю, это не единственный случай, да, далеко не единственный. И даже нагрев тоже может по-разному влиять, и не обязательно таким образом. Например, здесь может быть ДПДТ какой-то стоять, там еще что-то. То есть вот это некоторые частные случаи, которые мы будем рассматривать. А теперь, каким физическим последствиям может это привести, да, такое четырехволновое взаимодействие. Значит, таких основных последствий два. Называются они самофокусировка и самосжатие волновых пакетов. Что такое самофокусировка? Предположим, что у нас есть среда, то это граница среды, а сюда, значит, падает лазерный луч. Если он распространяется в одну сторону, это означает, что на границе среды, значит, поверхность постоянной фазы, или волновая поверхность, она, значит, вот перпендикулярна направлению распространения, да. Ну и здесь она примерно такая же, сразу уже внутри среды. А дальше мы обязаны рассмотреть вот эту в среде, где электрическая проницаемость зависит от амплитуды. А амплитуда зависит от координаты, вот этой поперечной, правильно? Здесь она большая, тут она равна нулю. То есть, вот какое-то есть распределение амплитуды по координате. И к чему это может привести? Например, к тому, что вот здесь, там, где распространяется наш пакет, где электрическая проницаемость стала больше. Вот здесь ε0, а здесь ε больше, чем ε0, из-за того, что среда там как-то провзаимодействовала с этим излучением. Если увеличилась диэлектрическая проницаемость, значит, увеличился показатель преломления, значит, фазовая скорость волны уменьшилась. Если фазовая скорость волны уменьшилась, это означает, что после того, как волна куда-то прошла, вот эта начальная поверхность постоянной фазы исказилась. Причем исказилась она таким образом. Вот здесь, значит, в-фазовое больше, нулевое больше, чем в-фазовое. Вот здесь в-фазовое, да, а здесь в-фазовое нулевое. Значит, здесь поверхность отстала от краев. Это означает, что вектор К, вектор направления распространения этого волнового пакета, начнет загибаться, потому что, по сути дела, у нас на пути лазерного луча возникнет линза. Да, вот линза, это что такое? Это, значит, пластинка с большим показателем преломления, которая, так сказать, вот зависит от Z. Вот по центру там обычно толще этой линзы, да, значит, запаздывание по фазе больше, чем с краев. Здесь вот такая вот линза, которую этот луч создает сам себе. Естественно, он этой линзой фокусируется в центру. От этого тут его амплитуда и Е-квадрат возрастают еще больше. Фазовая скорость замедляется еще больше. Ну и так далее. Короче, происходит фокусировка. Значит, понятно, да? Вот это вот физический механизм того, что мы будем описывать математически немножко позже. Второе явление физическое – это само сжатие волновых пакетов, что означает вот это краничная полоса дачи. Мы с линзером на какую-то свернуть, а другой вариант – это очень бесконечная. Да, и тут уже есть поле какое-то. Вот этот волновый пакет в начальный момент имеет постоянную амплитуду по оси Х и распространяется сюда. Значит, само сжатие означает следующее, что амплитуда становится, значит, вот это вот решение равновесное с постоянной амплитудой становится неустойчивым, и с течением времени возникает модуляция, которая в конце концов приводит к тому, что вместо вот этого постоянного лазерного луча возникают какие-то вот такие вот всплески периодически. Вот это называется самосжатие волнового пакета. Так, значит, следующий вопрос, то есть мы сказали физика, к чему это может привести, и следующий вопрос, а как это описать? И, собственно, при каких условиях возникает самофокусировка, а при каких условиях самосжатие? Причем вот этот вот факт, значит, и то, и другое, вообще говоря, довольно нетривиальные эффекты. Вот почему. Потому что на самом деле, как вы знаете, вот этот лазерный луч, он подвержен дифракции. То есть даже в отсутствии нелинейности вот этой, значит, сечение этого лазерного луча должно увеличиваться по Z, да? То есть есть эффект, который вот этому, этой самофокусировке противодействует. Точно так же есть эффект линейный, который противодействует вот этому самосжатию. Это называется дисперсия. Потому что в волновом пакете всегда есть волны, которые бегут с разной скоростью. То есть если я вначале создам вот такие вот всплески, то с течением времени, вот в отсутствии нелинейности, дисперсия приведет к тому, что все замажется и станет вот таким, однородным по амплитуде. Понятно, да? То есть на самом деле вот этот эффект самофокусировки и самосжатия, он возникает не при любой амплитуде, а только для прибольшой. Потому что при маленькой амплитуде линейные эффекты доминируют. Если я уменьшаю амплитуду, вот этот эффект уменьшается, как Е квадрат, а те не уменьшаются вообще. То есть дифракция и дисперсия. Ну ладно, теперь перейдем к математике. Так, вернемся к уравнению, которое было написано для трехволнового взаимодействия. Значит, для трехволнового взаимодействия мы писали уравнение LαβEβ равняется Fα, где Fα – это, собственно, вот этот вот эффект трехволновой нелинейности. А Lαβ – это КαКβ минус Ка квадрат дельта альфа бета плюс омега квадрат КЦ квадрат εαβ от Каунина. Вот, значит, в том случае, который мы хотим рассматривать сейчас, трехволновой нету, значит, вот это равняется нулю, да, рождественно. А вот здесь появляется еще одна величина E в квадрате, которая, вообще говоря, маленькая. Поэтому сделаем следующее. Напишем, что Lαβ равняется Lαβ нулевое, которое не содержит вот этой поправки плюс омега квадрат КЦ квадрат D εαβ от D E в квадрате умножить на это E в квадрате. И перенесем эту штуку в правую часть. И мы снова получим такое же уравнение, которое было для трехволнового взаимодействия, но только такого вида Lαβ Eβ с конкретным видом этого Fα. Конкретный вид Fα будет такой, минус омега квадрат на C квадрат на модуль E квадрат на D εαβ UDE квадрат умножить на Eβ. Можно рисовать там волну в знак того, что это не трехволновая Fα, а вот это самое четырехволновая. А в остальном все точно такое же, как там было. Правильно? Значит, и снова мы хотим рассматривать случай, когда у нас есть какой-то один волновый пакет и следить за тем, как меняется амплитуда этого волнового пакета во времени и пространстве. Значит, мы можем повторить в точности все те же самые рассуждения, которые были на прошлой лекции. Напомню, что я делал. Я сказал, что ладно, это Fα, оно имеет какой-то конкретный вид. Давайте проследим сначала за тем, что происходит в левой части, в линейной части этого волнового уравнения, если мы вместо Eβ подставим подставим в волновый пакет. Напишем, писали мы Eβ равняется А умножить на вектор поляризации Eβ маленькая. Вот этот А в Комега пространстве зависит от Комега. Но потом, в конце концов, мы превратили уравнение относительно А от РТ. Давайте вспомним, как оно выглядело. выглядело оно таким образом. Сейчас. Ну ладно. Ну или давайте я схематично напишу, как выглядел вывод, потому что мне семинаристы говорят, что не все из вас так сказать поняли хорошенько. значит вот это волновый пакет. Но решение зависит не только от решения линейной части, но еще от решения от того, как выглядит нелинейная часть. Поэтому здесь может быть поправка следующего порядка в малости. Вот. И чтобы не повторять все полностью значит за прошлую лекцию, я немножко усложню себе задачу и вам и рассмотрю случай, когда у нас есть две поляризации вырожденные. Вот скажем, при распространении луча в воздухе значит вот это Ебета значит оно неоднозначно. Можно так поляризовать, можно так, а значит Омега и К у волны будет одинаковая. Это значит соответствует вырождению частот для двух поляризаций. Значит если это так, то сюда еще надо добавить B на Ебета какое-то новое. Вот будет с крышечкой. Это поляризация номер один, а вот это поляризация номер два. Каждая из них обладает следующим свойством, что Lαβ на Ебета равняется Lαβ на Ебета с крышечкой равняется нулю, то есть это вектор поляризации свободной волны значит в точке омега 0 К0. Значит а то, что их две таких поляризации это значит соответствует вырождение. Вот дальше подставляем в уравнение Lαβ Ебета равняется Fα. Получим вот что. значит получим Lαβ в точке омега 0 К0 умножить на Ебета 1 плюс Δ или Альфа Бета изменение, которое произошло из-за того, что у нас омега не точно равно омега 0, а К не точно равно омега К0 умножить на вот эту сумму равняется Fα с волной. Значит, это уравнение первого порядка, потому что в нулевом порядке вот эти две волны точно удовлетворяют уравнению Lαβ от омега 0 К0 равняется 0 вот этому. Теперь следующий шаг. Это я повторяю то, что было на прошлой лекции в немножко усложненном виде. Значит, нам вот это Ебета 1 в резонансном случае искать не надо, потому что вот это есть большие волны, и нам все, что нам надо, это найти А, Т и В, Т. Однако написали мы уравнение на это Ебета 1. Но это уравнение обладает таким свойством, что иногда никакое Ебета 1 Евму не удовлетворит. То есть получится, что у нас как бы внутреннее противоречие, чтобы этого внутреннего противоречия не произошло, требуется, чтобы выполнялось условие разрешимости. Это условие разрешимости получается так. Возьмем и умножим это уравнение на какой-то из собственных векторов вот этого оператора, вот этой матрицы. Дело в том, что это матрицы вырождены. Почему не при всяких Ебета, есть решение, потому что это матрица вырожденная. Поэтому мы должны сделать так, чтобы вдоль направлений вырождения этой матрицы у нас вот эта правая часть, все, что не Ебета, просто было тождественно равно нулю. И вот это как раз и есть условие разрешимости. Но вот эти направления вырождения, вот они, это Ебета и Ебета с чертой. В данном случае их два. В том случае, который был на прошлой лекции, он один был, невырожденный случай. Вот теперь два. Значит, вот умножаем на Ебета, умножаем на Ебета с чертой, только не на Ебета, конечно, а нам надо сделать так, поскольку мы умножаем слева, а это комплексно самосопряженная матрица, то я должен умножать на Еальфа сопряженная и на Еальфа сопряженная с крышечкой. Свернуть вот эту систему уравнений вот с такими столбцами. Тогда получим два условия, в прошлый раз было одно условие разрешимости, теперь их два, потому что два направления, которые выглядят таким образом. Дельта Л Альфа Бета Ебета на Е Альфа со звездой плюс Дельта Л Альфа Бета Ебета с крышечкой на Е Альфа со звездой равняется Е Альфа со звездой Ф Альфа с волной и Дельта Л Альфа Бета Е Бета Е Альфа со звездой с крышечкой плюс Дельта Л Альфа Бета Е Бета с крышечкой Е Альфа со звездой с крышечкой равняется Е Альфа со звездой на Ф Альфа с волной. Так, сейчас Сейчас только вот здесь вот я забыл, вот здесь должно стоять А, здесь должно стоять Б, здесь должно стоять А, здесь должно стоять Б. Вот теперь правильно. Так, смотрим, что это за система. Это система уравнений относительно А и Б. Вот эти вот величины – это какие-то скалярные выражения, которые вообще говоря не равны нулю, потому что тут стоит дельта. А, значит, в прошлый раз вот этого ничего не было, а было только вот одно. А умножить на дельта Ж равнялось вот этому. Значит, а здесь стоит правая часть, то есть действие вынуждающей силы в этих двух вырожденных направлениях. Значит, действие вынуждающей силы вдоль направления вырождения должно компенсироваться, должно приводить к изменению амплитуды волнового пакета. Значит, в данном случае у нас, по сути дела, два волновых пакета с разными поляризациями. Да, ну или можно считать, что это один волновый пакет с меняющейся поляризацией. То есть если меняется соотношение А и Б, это все равно, что меняется направление поляризации этого волнового пакета. Понятно, да? То есть вот это, в отличие от прошлого раза, у нас получится, что эта система, она включает не только описание изменения амплитуды волнового пакета, но еще и его поляризации. Которая может как-то меняться в зависимости от конкретного вида этого четырехволнового взаимодействия. Ну, например, может плоскость поляризации вращаться, например, в каком-то случае. Ну вот, значит, снова в прошлый раз, что говорилось об этом? Говорилось, что дельта или альфа-бета, Е-бета, Е-альфа со звездой. Давайте скажем, что это дельта G, или G минус G от К0 омега 0, где функция G – это некоторая скалярная функция, которая просто равняется или альфа-бета, Е-бета на Е-альфа со звездой по определению. От К омега зависит. Значит, в плоскости К омега имеется точка омега 0, К0, и через эту точку проходит дисперсионная кривая. Омега равна омега от К. Если есть вырождение, то в этой точке омега 0, К0 у нас даже две дисперсионные кривые, для одной поляризации и для другой, они, по крайней мере, пересекаются. Это может быть просто одна и та же кривая, а может быть две пересекающиеся. Но так или иначе. Это дисперсионная кривая, и во всех точках этой дисперсионной кривой G от К омега равно 0. Значит, если я возьму функцию омега минус омега от К, то эта функция тоже обладает тем же свойством, что на дисперсионной кривой она равна 0. Это означает, что вблизи этой точки направление линии уровня этой функции и вот этой совпадает. Значит, G от К омега приблизительно G от S. Ну и также от К0 и Омега 0. То есть от той точки, вблизи которой мы все это рассматриваем, но вблизи этой точки G от К омега примерно G от S, следовательно, дельта G приблизительно DG по D S в этой точке умножить на дельта S, которая равняется омега минус омега 0 плюс омега от К минус омега от К 0. Значит, в этом случае у нас будет вот это будет G. Значит, здесь будет, давайте вот это обозначим G1,1, G1,2, G1,3, G2,2. Вот, но для них все очень похоже. Точнее говоря, похоже вот для этих, для G1,1 и G2,2. А вот эти две, G1,2 равняется G2,1. Это G2,1, прошу прощения. G2,1. Комплексно сопряженную, да? Потому что Lαβ является самосопряженным, поэтому если я возьму комплексное сопряжение вот этой штуки, то оно одно в другое перейдет. А умножить на DG1,1 ПДС и на Δω плюс ΔωПДК на ΔК плюс 1,2 Д2 Омега по ДК Альфа ДК Бета Дельта К Альфа Дельта К Бета Это я раскладываю вот эту вот разность вблизи точки К0 плюс B на G1,2 равняется F1 Значит, B умножить на G, ΔG1,2 сопряженная плюс B на DG2,2 ПДС Ну, на такую же, точно такую же скобку только здесь Омега от К для первой волны а здесь Омега от К для второй волны, да? Потому что G2,2 здесь стоит, да? Ну, это равняется F2 Ну, и вот решая эту систему уравнений можно найти все, что нам надо А теперь я хочу снова упростить себе задачу Вот я вывел, показал вам, что можно делать с произвольной поляризацией но дальше, так сказать, тащить всю эту вещь целиком мне не хочется поэтому я оставлю только вот эту вот часть скажу, что система у меня не вырожденная поэтому B равна нулю нет, уграждение значит, B равняется нулю и останется то, что останется АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, берем вот эту подчеркнутую часть формулы, делим все на dG по dS и делаем обратное преобразование Фурье по омега и дельта К. Впрочем, нет, прошу прощения, наверное, даже и не надо этого делать. Да. Для самофокусировки можно без этого обойтись. Вот. Ну ладно. Значит, перепишем просто. Дельта омега плюс d омега по dK альфа в точке К0 омега 0 умножить на дельта К альфа плюс 1 вторая d2 омега по dK альфа, dK бета, дельта К альфа, дельта К бета умножить на А. Дельта омега, дельта К равняется. Теперь вспомним, чему у нас равнялась эта самая F. вот равнялась она минус омега квадрат к C квадрат, модуль E квадрат, d ε альфа бета, dE квадрат умножить на E бета. Значит, и еще нам надо было поделить на dG по dS, да. Так, а E бета у нас было равно вот чему. Вместо E бета здесь я могу подставить вектор поляризации E бета умножить на А. То же самое А. Так, что? E альфа, да, спасибо, это я забыл. E альфа со звездой. Ну правильно, иначе получился бы вектор. Да, то есть вот это и вот это вот сюда переносим и сворачиваем с E альфа бета. Значит, ту же самую правую часть можно получить проще, не выражая все это, так сказать, вот через производные отели альфа бета следующим образом. По сути дела, вот это вот, что стоит здесь в скобках? Здесь стоит в скобках дельта S, которая равняется дельта от омега минус омега от K. Да? А наше четырехволновое взаимодействие устроено таким образом, что это омега от K еще зависит и от E в квадрате. Значит, вот в этом выражении вот эта зависимость от E в квадрат, вот она, по сути дела, вот эта правая часть. Но мы ее можем найти и по-другому, да, не вынося все сразу в правую часть, а сказавши, что правая часть у нас равна нулю, а вместо этого дельта S учитывает изменение E в квадрате. Это будет означать, вот это вот, если тут есть еще E в квадрате, то тогда вот сюда я должен добавить еще одно слагаемое, а именно... Так, кстати говоря, по-моему, я тут со знаками намудрил. Значит, дельта омега минус, да, вот здесь у меня ошибка. Поскольку это омега минус омега от K, то вот здесь должно ставить минусы. Да? Вот здесь тоже минус, а вот здесь плюс. Исправьте, пожалуйста. Вот, значит, здесь должно еще стоять... Здесь тоже минусы. Здесь должно еще стоять минус D омега по DE квадрат умножить на E квадрат. И если я это все перенесу в правую часть, то и получится, что вот эта правая часть, вся целиком, должна равняться D омега по DE квадрат умножить на E квадрат и умножить на A. Значит, если по-честному расписать вот это G с производной и вот это, то получится одно и то же. Это просто другой, более короткий способ вывода того же самого, да, той же самой поправки. Так, хорошо. Теперь я все-таки... Еще раз перепишу это уравнение. Дальто омега минус... Значит... E квадрат я перепишу как модуль А в квадрате умножить на А. Ну и на самом деле я еще, конечно, должен на модуль Е в квадрате написать, да? Потому что зависит от нормировки, короче. Единичный... Если это единичный вектор, то это просто единица. А если я, как раньше, нормировал амплитуду на энергию, то тогда это будет не единица. Еще следующую манипуляцию стоит произвести с этим уравнением. Вот эти производные, которые играют роль коэффициентов в этом алгебраическом уравнении, берутся в точке омега 0, К0. То есть К, вектор, он выглядит так, как вектор К0, имеющий совершенно определенное направление, плюс дельта К. Значит, его можно разбить на две компоненты. Компоненту вдоль К0 и компоненту поперек К0. То есть вот дельта, дельта К... Ну или давайте так напишем, да? К продольная. Это будет компонента в направлении К0. Будет равняться К0 плюс дельта К продольная. А вот поперечная компонента будет выглядеть так, как поперечная. Так, но, к сожалению, я должен на этом прерваться. И на этом, так сказать, с вами прощаюсь. До следующей лекции. Спасибо. Спасибо.